Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, соседней нашему региону Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. Именно они стали олицетворением благочестия, взаимной любви и верности. Их история навечно зафиксирована неизвестным автором в повести о Петре и Февронии, которую по сей день изучают школьники. В нашем регионе к празднику относятся с особым трепетом – Феврония родом из села Ласково. Повесть о Петре и Февронии опирается на фольклорную основу. Это муромские местные легенды и сказания, связанные еще с народным почитанием княжеской четы Петра и Февронии. Также повесть связана и с русскими народными сказками, сказками о змеи и змееборце. Этот сюжет большей частью связан с фигурой князя Петра и со сказками, связанными с образом мудрой Февронии. Мудрой девы, разговаривающей загадками, дающими чудные задания в загадках. Девы, обладающие неким высшим знанием и даром исцеления. Ну какая здесь мудрость, Февронюшка? Зеленеет трава, светит солнышко. Нет у них языка, чтобы рассказывать. Станут ли они клады указывать? Клад чудесный от глаз не скрывается. Сердце доброму он открывается. Наполняет здоровьем и силою тех, кто любит свою землю милую. У нового семейного праздника уже есть памятная медаль за любовь и верность, которая вручается 8 июля. И очень нежный символ ромашка. Ведь этот полевой цветок издревле считался на Руси символом любви. С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным в нашей стране. Во многих городах силами местных властей и общественных организаций проводятся различные праздничные и торжественные мероприятия. Поздравительные концерты, различные выставки, чествование многодетных семей, супругов, проживших вместе более 25 лет. Благотворительные акции. Кстати, есть поверье, что брак заключенной сегодня будет долгим и счастливым. Жили рядышком, после армии. День свадьбы у нас был на день ВДВ. Так что все берите, размисывались, как раньше еще по старому договору, в Советском Совете, в Редкинском. Вся семья принимает активное участие в жизни родного села под Вязевым. Отчего надоест? Мы всю жизнь в трудах, в заботах, в воспитании детей. У нас двое детей, дочка и сын, и пятеро внуков. Четыре внучки, один внучок-жучок. Ну и, конечно же, сегодняшняя дата – это замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких. Ведь этому теплому празднику рады в любом доме, поэтому ему так легко шагается. Выйдя из церковного календаря, он готов постучаться в каждую дверь. Напомним, что Международный день семей отмечается ежегодно – 15 мая.